всем привет у меня на экране орхидея про которую недавно меня спрашивали это орхидея напомню чернила лист у шеи сорт называется карибская мечта когда я ее покупала вроде казалось бы все было с ней хорошо корневая замечательная шея в отличном состоянии единственное что мне не очень нравилось это грунт как бы уходил внутрь а корни возвышались над горшком и шея оказалась внутри я постоянно смотрела на нее смотрела и думаю но не нравится мне несмотря на то что с тобой все хорошо вот не нравится мне твоя посадка и все как с тобой обходиться как тебя поливать чтобы корни верхние не засыхали но и наверное несмотря на то что было еще хорошее такое незаконченное цветение я взяла ее в руки и подумала я тебя все-таки пересажу пересажу заглублю твои корни которые находятся от шеи и душа моя успокоится я подобрала для нее вот такую вот высокую вазу у меня она была свободна но и стала ее пересаживать на экране я тогда этого не показала думаю сейчас я быстренько все это сделаю потому что не каждую посадку хочется показывать иногда бывает просто нет настроения до думаешь раз по быстренькому сделаю и все так вот когда я ее вынула из горшка листья даже по моему не один а два были черного цвета шея я подумала вот наверное поэтому какое-то предчувствие не давало мне покоя и мне хотелось ее пересадить я конечно немного под расстроилась потому что орхидеи красивые мне не хотелось ее терять и я знаю что да вот эти начинаются болячки около шеи они немного расстраивают и не дают покоя думаешь что же мне с тобой делать данный момент так вот я тогда убрала один лист посадила ее в вазу вверх положила кору очень сухую но немножко все-таки прикрыла мхом для того чтобы кора сухая все-таки как-то сгладить то что чтобы корни около шеи не засыхали тогда я обработала шею сухим фитоспорином у меня есть в виде порошка я все это все это обработала и по и в пазухе даже засыпала немного я всегда пользуюсь именно фитоспорином когда мне нравится шея не нравится листья около основания и я пользуюсь только этим больше никакими препаратами я не пользуюсь у меня в доме то в принципе и нету ничего кроме сухого фитоспорина и фитоспорина в виде пасты тогда мне в комментарии еще писали вы купите фундазол хороший препарат и также обработайте шею но как-то меня как и не пришлось его купить просто я обработала фитоспорином на следующий день я заметила что шея у листа мне не нравится и мне пришлось убрать еще один лист убрать и опять обработать обработать все фитоспорином для того чтобы уже быть вполне спас сейчас уже прошло три недели и я хочу показать тем более меня спрашивали уже ней как себя чувствует на данный момент это орхидея карибская мечта мне также подсказали ее название спасибо девчонки я буду знать действительно она очень хорошо очень похожа на карибскую мечту это единственные рыжие орхидея в моей коллекции я сняла один лист обработала но и поставила ее уголочек и слегка иногда за ней наблюдала на данный момент она чувствует себя можно сказать удовлетворительно шея посмотрите еще осталось немного порошка сухого фитоспорина шея сейчас я на свет поставлю чтобы лучше было видно так вот видите как я уже показывала корешочек у нас там растет от шеи вот видите мало того она еще растет листик ну все я за нее спокойно орхидея уже адаптировалась если она наращивает корень и лист значит все будет с ней в порядке фитоспорин помог справился с этой легкой задачей потому что было только начало орхидеи не успела загнить окончательно если бы я ее тогда не пересадила она бы конечно погибла потому что чернота пошла бы дальше вглубь и все и спасатели было бы уже бесполезно потому что я бы не заметила потому что корни были сверху закрывались у нее шею я только увидела тогда когда уже окончательно стал желтеть лист и уже практически можно было ее выбрасывать потому что лечить такие заболевания очень тяжело нудно и долго а чего же произошло это заболевание орхидеи почему же она стала именно чернить лист вокруг шеи что повлияло на это что как бы толкнула как бы предвестники этого а предвестники это то что корневая орхидеи была больная вот сейчас на данный момент я вам покажу какая корневая у этой орхидеи если на экране мы видим как бы зеленые все то посмотрите насколько сухие корни веламен засох ну и это зеленого цвета корневая система мне здесь ближе видно говорит о том что она была немного травмирована может быть лишней влагой может быть лишней пересушкой вот я сейчас вижу этот результат вот смотрите какие корни это все сухой веламен это все он высох и в таком плохом состоянии вот даже там видно находится все это говорит о том что эти корешки засохшие вот и сухие казалось бы что видите казалось бы что сделать с этой орхидеи пересадить убрать все корни обрезать ненужные вот это вот сухой мусор но я не стала этого делать именно потому что если сейчас я ее достану обрежу все ей сухое орхидея просто стрессанет и может загубить все то что она начала я оставляю ее на полное выживание на полную самовылечивание орхидея сама себя вытянет она сама себе поможет и где-то вот уже начал расти корешок один где-то может быть на оставшееся живом веламене еще что-то раскуклиться и пойдет в рост поэтому я не стала ее трогать я довольна тем что она пришла в себя то что она себя замечательно чувствует а если это ей не мешает не мешает такая корневая система значит она справляется сама так вот заболевание началось именно с корневой системы корневая система заболела веламен начал гнить портится но и подача пошла к верху тем более я заметила то что в торфяном стакане корни были черные это вот самые самые которые дали толчок к шее где начали чернеть листья вот это самая была причина поэтому иногда думаешь берешь хорошую орхидею думаешь с ней все хорошо замечательно она себя хорошо чувствует корневая система замечательная автор феном стакане уже где-то что-то было начато заражение вот это вот огни чернота корней может быть где-то когда-то ее перемочили под она где-то подмерзла тем более орхидея покупалась в прохладное время года и вот именно то что было мокрое рядом шеи дало толчок этому заболеванию сейчас я очень рада за нее она меня радует плеваю я ее с такими корнями один раз в 7 10 дней я не стараюсь ее перепалить потому что видите корни сухие я не хочу чтобы опять где-то началось загнивание пусть я один раз дам ей один день один или два дня ей на лишнюю просушку вот замачиваю ее на 15 минут ну ей на неделю на 10 дней хватает она стоит у меня в теплом месте прохладу и перепад температуры я ей не делаю потому что это орхидея еще не здорово она должна вытянуть себя нарастить хорошую корневую систему хотя бы немного тогда можно ее поставить в комнату где у меня имеется перепад температур а пока мы ее содержим в нормальном нормальных теплых условиях так вот что я хочу сказать про фитоспорин фитоспорин это первая моя помощница чем я обрабатываю свои орхидеи если мне что-то не нравится у шеи у листьев так вот все то что я хотела вам рассказала показала от этой об этой болячки так что не бойтесь и и все будет хорошо если вовремя постараться на этом я буду заканчивать говорю вам всем до свидания до новых встреч на моем канале всем пока а